В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники 9-го международного мотомарша «Дороги Победы» побывали в Славинске-на-Кубани. Патриотических мотоциклистов славянцы встретили в парке 40-летия Победы, где состоялся торжественный митинг. В ходе проведения международного мотомарша его участники проедут по дорогам Европы и России. Эти мотоциклисты – потомки солдат и офицеров, которые боролись против фашизма. Они вновь пройдут вместе одной интернациональной колонной «Дорогами войны», которая завершилась 78 лет тому назад. Мотомарш приурочен к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он стартовал в Москве 29 апреля и проходит по маршруту Тамбов-Сталинград-Кореновск-Таганрог-Донецк-Мариуполь. По пути следования участники посещают музеи, памятники и мемориальные комплексы. Мотоколонну всероссийского мотоклуба «Ночные волки» встретили представители власти, общественники и юноармейцы. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил большое значение этой патриотической акции. «Дороги Победы своих не бросаем» – такой девиз. И это действительно слова, слова дань памяти, дань уважения нашим отцам, дедам, прадедам, которые отстояли для нас с вами светлую жизнь. И мы должны гордиться их подвигом. На их подвигах мы воспитываем сегодня нынешние поколения. И хотел бы участникам Матомарша пожелать, прежде всего, безопасной езды. Это еще дань памяти в копилку Победы нашей великой страны, Великой Отечественной войны. Я желаю всем крепкого здоровья, мирного неба и, конечно же, больших вам успехов. Участники Матомарша почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили вместе со славянцами цветы к вечному огню на городском мемориале. Представитель мотоклуба «Ночные волки» сердечно поблагодарил славянцев за неравнодушие и поддержку Матомарша. Мотоциклисты всегда с большой радостью приезжают в наш город. В этом году старт был самый первый, 29 апреля, из Москвы. То есть колонна пошла в Тамбов, Сталинград, станица Обливска Ростовской области и вот они в Кореновск. Я стартанул из города Темрюка, вот у меня маршрут тут Темрюк, Славянск, Кореновск. Из Кореновска пойдет уже завтра на Самбекские высоты, это Ростовская область, там большой мемориал, а после Самбекских уже заход в ДНР и по территории ДНР будет. 9 мая будет финиш в Мариуполе. Мы восстановили, мотоклуб восстановил памятник в Мариуполе, там вечный огонь, провели газ, все это сделали. И 9 мая будет открытие торжественного этого памятника, где и будет финиш мотопробега. Мотомарш проходит под девизом «Своих не бросаем» и несет гуманитарно-прикладную миссию. По маршруту следования идет сбор гуманитарной помощи, которую в дальнейшем передадут мирным жителям и солдатам, находящимся в зоне СВО. В этом году мотопробег наш нацелен, именно по территории Российской Федерации, нацелен на поддержку СВО. То есть у нас идет сбор гуманитарной помощи параллельно. Вот с колонной, которая пришла сейчас в Кореновске из Москвы, там пришла фура, которая загружается по адресам сбора гуманитарки. Вот ее разгрузят в ДНР, и дальше она там просто адресные посылки есть. Будем развозить по частям, по мирным жителям. То есть поддержка участников СВО и также мирных жителей вновь присоединенных регионов. Участие славянской молодежи в важном патриотическом мероприятии – для них большой урок верности и исторической памяти. Славянское отделение волонтеров Победы Рады вообще приветствует участников этого международного высокого уровня мотомарша «Дорогами Победы-2023». Все участники, которые были на этой акции, мне кажется, для себя что-то взяли, запомнили и будут передавать не только в своей семье эту важную информацию, но и нести дальше.